О чем говорят дети? Наши ответы на взрослые вопросы. Категория 12+. Юные Саши, Ани и Наташи с легкостью ответят, как зовут родного дядю, бабушку или, например, брата мамы. А знают ли дети, что называют их еще кузинами, тещами, заловками и свояками? В родственных отношениях разбирались воспитанники детского сада номер 117, а также 7-летняя Арина и 10-летняя Альбина. Кто такой зять? Зять это такой дятел? Зять это может быть зверь такой? Зять, ну, наверное, птица, кошелек. Это, к примеру, если есть девушка, то для этой девушки парень, то для матери этой девушки ее парень зять. Зять это такая гитара. Зятел? Это мамин муж и бабушкам это зять. Зять, ну, это такая машина. А теща кто такая? Теща это прорубь или кто? Это похоже на тетю. Это, наверное, когда много людей. Фокусница. Теща это похоже на птицу. Наверное, большая. Ну, это есть такие фамилии. Вот, мою маму зовут Оксана. Теща это такая птица. Ээээ, добрая. Это мама-мама. Теща это мама-мама. Для мужа. Женщины. А кто такой свояк? Свояк это такая змея. Свояк это, наверное, птица. Это слово, образно, шутка, когда ты мой друг. Это мальчик, который влюбляет людей. Свояк это такая наклейка, которая прикрепляется на шкаф. Свояк это какой? Как маяк. А кто такая золовка? Золовка ловит. Ну, кого-нибудь. Это похоже на злого человека. Похоже, где там можно ловить рыбу похожую. Золовка это, наверное, когда много-много людей злятся. Много золота, который всех веселит. Золовка это, чтобы ловить мишей. Заколка. Золовка это такая ямка. Золовка это такой магазин. Должны ли дети знать, кто кому приходится и разбираться в степени родства, рассказала педагог и психолог Анна Маленькая. Дети – это отражение семейных ценностей, уклада семьи. Ребенок воспроизводит то, что слышит. И ему незнакомы такие слова, как теща, зять, девять и прочее. То вполне очевидно, что старшие его семье не употребляют такие названия. Скорее всего, называя родственников по имени. Если ранее несколько поколений семьи жили под одной крышей, и зачастую любой член семьи вносил вклад в воспитание ребенка, то в современном обществе в большинстве случаев молодые живут отдельно. Мамы и папы сами водят в детский сад ребенка, забирают, ведут на развивающие занятия кружки и секции. Таким образом, большую часть времени современный ребенок проводит в кругу сверстников и родителей. Общие семейные встречи становятся более редкими. Малыши утрачивают потребность в общении с дальними родственниками. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок ответил на взрослые вопросы, звоните нам по пятницам с 14 до 15 часов по телефону 200-08-49, код города 863.